Выбрал другой путь, попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Пожалуйста, Владимир Владимирович, но не могу задать в первую очередь вопрос, который... Чтобы мы не говорили, всегда будут искать конноватых имена в России, но это не так. Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году киевский режим развивал войну на войну России. И не мы используем те средства, которые используют украинские аморативы. И личное подтверждение тому, что это атака на мирные объекты Москвы в военно-политической. Объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а украинские воротили. В 2008 году, без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической, объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО. А западные страны, страны Альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало то, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восторг, здесь еще и до Украины добрались. Ну ладно. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать. Не мы используем те средства, которые используют киевский режим безобнования на Донбассе. И не мы используем те средства...